Универ ТВ Учебный год в Казанском федеральном университете мы начинаем 1 сентября Мы организуем весь образовательный процесс в так называемом гибридном формате Студенты, которые находятся в Казани, они очно присутствуют на занятиях в аудитории Но из аудитории идет трансляция через Microsoft Teams, той платформой, которой мы пользуемся во всем университете Этого занятия, так что студенты, которые находятся вне Казани, вне Российской Федерации Могут присутствовать на этом занятии Помимо этого, проректор заявил, что в целях безопасности всего университета Аудитории будут заполнены не на 100% В каждом институте будет установлена система дезинфекции воздуха А также в университете продлится масочный режим Специально для этого всем студентам в течение сентября будут выданы многоразовые маски В первый день многоразовые маски от университета Преподаватели будут на занятиях, если, скажем, близкий контакт, например, в лабораториях На семинарских занятиях, там, где есть непосредственный контакт, близкий со студентом, тоже работать в масках Но если лекционные лекции читаются в большой аудитории, то преподаватель, находясь на достаточном удалении, тоже может маску снять Таюрский же обратился к студентам с просьбой оставаться дома и посещать лекции в дистанте, если кто-то почувствует недомогание Мы обращаемся ко всем студентам, и преподавателям, естественно, тоже, с просьбой проявить сознательность Если вы чувствуете некоторые недомогания, чувствуете, что у вас есть, может быть, небольшая температура Пожалуйста, останьтесь дома, останьтесь в общежитиях Именно для этого вводится вот этот гибридный режим образовательного процесса, что даже оставшись дома, вы всегда сможете подключиться к занятию Также во время прямой связи многих зрителей интересовали вопросы касательно заселения в общежитие В этом году в общежитие въедут более 14 тысяч студентов Заселения для первокурсников контрактной формы обучения пройдут с 1 по 4 сентября Бюджетники смогут разместиться с 27 по 29 августа Все остальные студенты КФУ расселятся в общежития студенческого городка с 24 августа по 4 сентября А уже в деревню Универсиады с 24 по 26 августа Более подробную информацию о заселении можно будет получить на сайте КФУ Все списки, что определяется, кто где проживает, в каком общежитии, то есть кто в деревне Универсиады, кто в общежитиях студенческого городка В каком именно общежитии номер, то есть или на Пушкино проживают, или там в других общежитиях Это все определяется с жилищно-бытовой комиссией института Списков нет пока до сих пор в некоторых институтах В связи с тем, что еще не определено точное количество студентов первого курса Сколько их будет, сколько будет количества иногородних Но в ближайшее время в любом случае эти списки, кто где будут проживать, они появятся Потому что уже с 24 августа начнется процесс заселения Как отметили гости эфиров, всем иностранным студентам, приехавшим из-за границы Перед посещением вуза нужно будет высидеть двухнедельный карантин, специально отведенных для этого местах На 14 дней будет определена комната временного проживания Здесь у нас есть специально выделенное общежитие Одно из общежитий, где у нас уже проходили все карантинные дни Для студентов, которые выезжали в течение лет и по тем или иным предметам возвращались На Оренбургском тракте у нас есть общежитие специальное для таких мероприятий Полную версию программы можно будет посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ А также в записи на телеканале Универ ТВ 22 августа в 19.15 по московскому времени Лев Диденко, Универ Ньюс Субтитры создавал DimaTorzok